Любовь, деньги, социальные связи, хитрый ум. Что из этого является механизмом управления современного мира? Правда состоит в том, что современный мир потерял всякую систему управления. Наивно думать, что какие-то наши чувства, желания, мечтания когда-либо управляли миром. Миром всегда управляли системы власти, основанные на насилии. И насилие пропитывало все общество. У нас формировался очень жесткий внутренний цензор. И это происходило во всех обществах, во всех культурах. За счет физического насилия. Оно было везде. В начале школы были, они все были с розгами, понимаете, там, издевательствами. В семье, битие, так сказать. Битие определяет сознание. Как в одной психиатрической больнице висел такой лозунг. У Ленина было бытие, а в психиатрической больнице битие. Вообще диктат физического насилия, мы просто не можем себе представить, насколько он был силен в семьях, у меня еще пароли, как бы сказать, и так далее. То есть весь мир был... А когда тебя порят с детства, у тебя формируются определенные ощущения иерархии и возможности наказания. Фуко описал весь этот механизм, как физическое насилие трансформируется в насилие во внутреннего цензора, определив это как дисциплинарное общество. Такая интериализация внутрь вот этих вот насильников, которые затем с нами живут и нам диктуют жизнь. И это было не очень такое, конечно, общество здоровое. Но оно было достаточно бодрое. А потом случился 68-й год и вообще много всего, всякие разные мероприятия, постмодерн, и все свободы, падение стен всяких разных и так далее. И изменение характера власти. Она перестала быть насильственной. Она стала значительно более демократичной. Прежде всего, в семьях. Я своего ребенка ни разу пальцем не тронул и вообще не мог себе представить, как такое может быть, как такое можно сделать. И вот наша история превратила нас в людей самостоятельных, не скованных одной цепью. А вот как жить с любовью сложно, потому что любовь очень такая вещь эгоцентричная. Социальными связями. Ну, сейчас все эти социальные связи очень все функциональные, они тоже не сковываются. Почему я должен соблюдать собственную честь или собственное слово, если у меня нет внутри внутреннего цензора, вбитого мне в голову? Это у трехлетнего ребенка попросите, вот у него тоже нету соблюдать слово, что у вас из этого получится. В общем, мы оказались в реальности, где все инструменты, на которые мы можем опираться, для того, чтобы этот мир обрел управляемость, утраченные. Я рассчитываю только на один. На мышление, но не на хитрый ум, а на мышление, которое способно охватить в своем объеме все фактические процессы, происходящие в обществе и культуре, и способны дать нам ориентиры, за которыми люди, которые способны еще к мышлению, могут, так сказать, двигаться. Продолжение следует...